Объясни, в чем суть рейда, в чем цель? Около трех недель назад мы общественной палатой Саратовской области, я думаю, не единственной в стране, но единственной в Саратовской области, подняли такую проблему, как возможность застраховать ОСАГО. Та услуга, которая нам навязана государством при помощи закона, и штраф за неисполнение данных законов, и та услуга, которая в настоящий момент оперативна и не представляется возможным получить, поскольку мы сегодня только что убегали 80 человек, до этого мы с Юрием Семеновичем Виткоем входили в рейды, там было 50 человек и так далее, и так далее. Люди говорят, что от недели до месяца необходимо постоять в очереди, чтобы застраховать машину. Наши проблемы озадачились в правительстве области, так прошло совещание у первого заместителя председателя правительства Трилюхина. Там все представители страховых компаний Саратовской области, которые имеют право выдавать страховки ОСАГО. И, в принципе, им была дана жесткая команда, что необходимо менять ситуацию, поскольку так продолжаться больше не может. Мы в четверг планируем также провести заседание вместе с первым зампредом правительства области Трилюхина. Мы уже с стороны общественной палаты дадим жестко выскажемся в адрес страховых компаний, чтобы данная ситуация менялась. Я думаю, что именно работа связки общественности и правительства даст эффективные результаты. Тем более, в случае, если никаких результатов не будет, даже от нашей реакции, то мы уже будем подключать и подключили уже правоохранители в лице МВД и прокуратуру, чтобы они дали оценку той ситуации, которая сложилась. Также в настоящий момент по данному вопросу работает Центральный банк и Роспотребный обзор. Но, опять же, наша задача общественности, чтобы, допустим, в течение месяца данная ситуация решилась. Не знаю, реально это или не реально, но мы будем стараться, поскольку это издевательство надородным, и такого допускать нельзя. Полисов. Для того, чтобы воздействовать на правительство, оно подняло тариф. То есть, вот это мы, я вот это, например, расцениваю именно только так. Конечная цель – добиться повышения тарифа. Конечная цель всего этого, потому что бизнес был очень рентабельным. Потом, в связи с тем, что много стало автоюристов и стало много мошенников, он уменьшил свою рентабельность. И для того, чтобы ее повысить, войти в свои какие-то нормы рентабельности, страховые компании начали выкручивать руки у правительства для того, чтобы повысить тариф. Все это понятно. Они и так неубыточны, иначе бы они не работали. Но, значит, им эта маржа, эта дельта между прибылью и расходами, она их не устраивает. Они хотят, чтобы она была выше. Продолжение следует...